Христос воскресе из мертвых, Смерть ее в смерть поправ, И сущим от обед живот даровав. Христос воскресе из мертвых, Смерть ее в смерть поправ, И сущим от обед живот даровав. Христос воскресе из мертвых, Смерть ее в смерть поправ, И сущим от обед живот даровав. Господи, благослови, сие занятия. Открой наше сердце принятие слов Твоих. Тебе за всех полна слава, чести, поклонения отец и святой Дух. Аминь. От Матфея 13 глава, 7 стих, это страница 100. Первый тон толкования Блаженцева Филархова. Мы продолжаем с вами участвовать главу притчи, Как можно назвать эту главу, От Матфея 13 глава. Иное упало в тернии, И выросла терния, И заглушила его толкования. Это те, которые заглушают слово житейскими заботами. Так богатый, хотя, по-видимому, делает доброе дело, Но его дело, которому препятствуют житейские заботы, Не растет и остается безуспешным. Ну не только богатый, конечно же, Здесь очень право сказано. Бывают и бедные так заняты, Что все, некогда в храм сходить, Некогда Библию читать. Сколько мы по деревням ездили, Часто так люди говорят, Да когда нам читать? Вообще некогда действительно. Если душа занята, Прилеплены к другому. Господь говорит, Где сокровище ваше, Там и сердце ваше будет. Если сокровище в земном, Земная жизнь, Больше ничего у человека нету. То и когда ему действительно читать? А есть время на это? Конечно же есть. Просто думают, Предположены. Смотрят сериалы какие-то, Смотрят спортивные мероприятия сейчас, Чемпионат мира тут в России, Хоккей этим души заняты. А вот, чтобы Библии посвятить время, Открыть Евангелие, Да еще таким крупным шрифтом, Господь нам позволяет это распространять. И сколько отзывов, Вот, Час я отвез, Заял, Там сестра распространяет, Насколько благодарны, Ну, в основном там сестры ходят в храм, Да, Мы видим, что Большинство Старушки, Или там пенсионер, Женщины, А мужчин-то немного. И вот, Насколько благодарны сестры, Потому что уже зрение-то теряют, 60 лет, И под 70. И вот эти Евангелия, Благословенные издания, Ну, это все через Барнаума получаем, Через Ольгу, Вот, Заведневную молиться, Чтобы Господь направил ее на путь, Так сказать, Истинный. Ольга Ворова, Если кто не знает. Так, дальше, 8-9 стихи. Иной упала на добрую землю, И принесло плод, Одного сто крат, А другой 60, Но уже в 30. Кто умеет уже слышать, Да слышит толкование. Три части семени погибли, Уцелела только четвертая, Ибо немного спасающихся. О доброй земле говорит после, Дабы подать нам надежду покаяния, Ибо всякому можно сделаться Доброю землею, Хотя бы кто был каменистой земля, Или лежал как дорога, И попирался демонами, Или же был бы тернистая земля. Не все принявшие слово Приносят плод одинаковый. Один приносит сто, Например, тот, Кто совершенно нестяжательный, И ведет строго подвижническую жизнь. Другой 60, Это, по моему мнению, Общежительный монах, Который еще и житейскими делами занимается. Третий приносит 30, Это человек, избравший честный брак, И со всевозможным усердием упражняющимся добродетелем. Смотри, благодать Божия принимает всех, Как много, так мало, И средственно приносящих плод. Имеющие духовные уши должны понимать это духовно. Ну, обычно, да, Говорят, что те, кто больше приносит, Это там какой-нибудь монах, Приножитель. Но я хочу вспомнить Життя святых, Несколько случаев из житей, Что подвижники, затворники, Монахи молились, И Господь им отвечал, Ну, может, не непосредственно вот так, А как-то в молитве, Бывает, на сердце положено, Господь же по разуму отвечает, Что есть выше тебя, Этого подвижника. Но у него был вопрос, Достигли кто такой в духовной жизни? А кто еще выше есть? А Антоний Великий. Ну, то есть, да, Были случаи, что там Антоний Великий, Еще там ряд случаев. И Господь направлял куда их? В монастырь, в пещеру? Нет, иди туда, в город. Ну, пошел он в этот город, Две сестры там живут, Они замужние. Ну, как вы тут живете? Да как, ну, живем мы нормально, Ничего, с рукодельем занимаемся. Так вы чего-то достигли. А что мы достигли? Мы вот сегодня с мужьями были, Мы ничего не достигли. Но мы никогда не ссоримся, живем мы. И вот этот монах-то и получил урок, Что живут в миру, оказывается, Не ссорятся никогда, И можно достичь высокой жизни. Другой случай, Ну, я просто сейчас не помню, Может быть, даже Марк, Нет, не Марк, Марк, подвижник или кто-то, Могу ошибиться. Пришел, Господь его привел в город, К сапожнику простому. Ну, давай его расспрашивать. Ну, делает свое дело и молится. Какая тебе молитва? Все спасутся, Один я могил. То есть, Настолько смиренный, Делает свое дело, Добросовестно делает, Никого не обманывает. Бывает, знаете, Как обувь сделает, И она развалится, Уже неделя пройдет там уже. А деньги ее берут, Столько же, Или подороже. А этот добросовестно делает, Ну, тоже получил урок. Так вот, Такие многочисленные случаи, Что-то, может быть, И не записано было, Не все же записано, В житиях-то. Ну, да еще бывает так, Что братья монаха поместил, А миряне, Ну, миряне где-то там. А оказывается, Миряне тоже могут. Причем, Ну, очень сложные миряне, Они постоянные искушения, Об этом Златоуст говорит. Если подвижники, Которые уединяются, Они уединенные, У них тоже там Искушение мощное, Но этого мира-то они не видят. Они не заняты Делами житейскими. Только сейчас говорили. Вот термии заглушают. Все, заботы и заботы. То надо, Другое, Третье, Как шутку, Наш брат сказал, Что сестра, Говорит, Там согнулась В начале недели, И к концу не разогнулась. Вот ей нету ее храма. Но, Может так, Может не так. Бывает, что Такие случаи, Что сами мы себе находим Работу именно к концу недели И благовидную причину. Но надо же оправдать. Самооправдать. Да, Но бывает, Что действительно Такая работа, То покосы, То еще что-то. И вот эти термии Заглушают. Поэтому Надо быть внимательным к себе И бодрствовать, Чтобы у нас земное Не превозносилось над духовным. А это зачастую бывает. Так, Ну вот, Кто-то помнит по этим стихам. Десятого, Одиннадцатого, Двенадцатого стихи. Дальше продолжим. И приступив, Ученики сказали ему, Для чего притчами говоришь им? Он сказал им в ответ, Для того, Что вам дано знать Тайны Царства Небесного, А им не дано. Ибо кто имеет, Тому дано будет И приумножится. А кто не имеет, У того отнимется и то, Что имеет толкование. Видя большую неясность В словах Христа, Ученики, Как общие попечители народа, Приступают с вопросом. Так как вы имеете Расположение и старание, То вам дано, А тем, Как не имеющим старания, Не дано. Знание дается Примножаться тому, Кто имеет старание, А кто не имеет старание Небесного смысла. У того взято будет и то, Что он думал и думал. То есть, Хотя кто и маду, И искру добра имеет, То и ту погасит Своей бедностью. Не старайся раздувать И разжигать ее Духом, Духовными делами. Ну, вот, Пример, Наглядная школа. Еще один учебный год закончился. Как-то все быстро. Только 1 сентября, Уже 20 мая. Ну, мы, конечно, Потеряем по ускоренной схеме. Потому, что до 30-го, 31-го учился. Ну, а мы, как стахановцы, да? И вот, Как? Один ученик старания иметь, Другой нет. И зачастую ученик говорит, Ну, нет у меня такого таланта, Там, Или способности. А другого есть, И на это ставляется. Такое старание-то проявлял? Нет. Оказывается, что нет. Вот это наша лень. Она и так вот в духовном. Вот. Не могу, говорит, Встать утром пораньше. Так не могу или не хочу? Люди такие вещи совершают. Это в телесном плане, Что просто становится даже как-то неудобно. Да неужели я здоровый? Не могу там что-то сделать, да? Там слепо, глухо, немая, Окачин университет. Фамилию сейчас не помню. Это же еще. У нас в России. Взять того же Власова, Который на соревнованиях со штангой, Уронил штангу, И позвоночник сломал там в нескольких местах. Вот. Это было еще в советское время. И он разработал методику оздоровления. Постепенно все это. И снова вернулся к этой штанге. Зачем она пока нужна? Ну, можно на этом случае, да, поучиться. И другие случаи. Невероятные просто. Фигуристка каталась. Каталась она не в зале там, Где катки вот такие. А просто где-то на реке или на озере. Там трещина. В эту трещину попала. И во многих местах сломала. И позвоночник. И там что-то еще у нее было. Полностью парализованно лежала. И она мысленно отрабатывала вот эти движения. Как говорят еще. Ну, это наука современная. Она только начинает как бы это признавать. А некоторые не признают. Ментальная энергия. Ментальная, это мысленная. И стала помаленьку шевелиться, шевелиться. Потом вернулась опять стала кататься. Какой-то период прошел долг. То есть видите, как бывает. Способность у человека еще настолько не раскрыта. Так вот, в духовном мы себя не раскрываем. И в 19 веке, наряду с Библией, с Евангелием, была очень распространена книга, издавалась Фомы Кимпийского. О подражании Христу. Игнат Тихоновича начитывал. Хотя он католический, как бы сказать, подвижник, святой. Но в каком веке, тоже я не помню. Но эта книга и для православных была, как скажем, популярна. По-современному, говорю, бесцелина. И он говорил, чем круче самоотвержение, тем спасительнее. То есть, если ты самоотвергаешься от своего «я», тем более спасительнее от своего «я». То есть наше самолюбие, эгоизм, самость, самооправдание и так далее. Поэтому вот эту искру добра, о которой говорит блаженный Филак, мы часто гасим. Но всякое даяние доброе от Отца Света, говорит апостол Раха, да? Гасим в своей ливности и самооправдание. Поэтому, оказывается, можешь ты очень многое, но не хочешь. И где вот эта грань «хочу» и «не могу» или «могу» или «не хочу», там, у учеников это часто проявляется. Но не хочу, не могу, мотивации нет. Мотивации нет, да. Как повысить одна из сложных таких задач в школе? Мотивации, особенно у современных детей, которые зачастую живут в виртуальных именах, да? То есть не к природе интересов. На примере лагеря тоже это видно. Такие были у нас дети, что не к спорту, не к природе. Ну, не то что спорт, а физические упражнения. Там в футбол поиграть, это уж не такой спорт, да? И зовут у него, ну, пойдешь в футбол играть, Кирилл, пойдешь. Кто? Я. И сидит вот такой, как мумия. Ну, то есть такая вот неприятность. Цену было этому ребенку, или там взрослому, этот футбол. Мне, например, люди, нарвав, вот с такими глазами, с удочкой, ты сидит. А я не понимаю, как это у человека. Ну, зато я могу часами сидеть, ковырять, сверять петельки. То есть кому что-то новое? Ну, здесь, видите, как узнали, когда я его биографию, у него компьютерные игры. То есть интересы ни к природе, ни к спорту, это некая такая уже, ну, атрофированность души идет. Понимаете? А тем более божественно это все зарубается на корню, когда вот компьютерные игры, вот эти развлечения. Индустрия, она так построена, что будет какие-то там, ну, видите, реклама, насколько интересная. Рассказывают, здесь это было потеряем, сейчас этих людей уже нету здесь, но... Что девочка там есть, сколько было, годика три, может быть. Тут сестра она жила, потом уехала, говорит, захожу к ним, у них телевизор. Ну, она играет, ей телевизора не нужен. Но как только реклама, она прям туда вот вся, все внимание, все там чего-то, а что там, для тела, там, пища, да. Это все на корню божественно бывает. Культ тела, культ именно вот этой красивой жизни, да, развлечения. Индустрия. Ну, конечно же, мы должны смотреть, особенно за младшими братьями и сестрами, за детьми, чтобы эта их волна не заглёстывалась. А у нас, Нина, Анфиска молилась, да, у Вали? Вот стоит всякое разное, вот это все ждет конца. Как только конечная молитва, она тут же вот встала, и тут же их покончили, и все. Откуда вот это вот? Духовная тут. То есть у них у детей вот есть, наверное, какие? У кого-то духовные, у кого-то мирские, у кого-то. Ты его наполнил? Ну, я наполню то, что по поводу духовного, если у человека, да, вот, у него нет желания, да, я так держу, желания, например, у человека к Библии, там нету, да, к молитве. То есть я думаю, все от того, что вот как в притче Соломона говорится 1.7, начало мудрости, страх Господень, то есть нет страха Божия. Он не задумывается о том, что будет за все отвечать, о суде Божия. Вот у этого Серахова 7.39 написано, что помни о конце дней своих, и вовек не согрешишь. То есть помни, что тебе придется умереть, потом предстоит суд Божий, за все отвечать будешь, за свою лень, за это, то есть внутренне ты понимаешь, что совесть тебя осуждает. Что ты мог бы это сделать, взять в руки Библию лишний раз, там, почитать, помолиться, кому-то ближнему, оказать какую-то милость, благодеяние какое-то. Еще есть у Якова, там говорится, кто разумеет делать добро и не делать, тому грех. Кто разумеет делать добро и не делать, тому грех. Да. Так, ну и вот, еще добавлю к этому месту, что мы прочитали, вот кто имеет, там дано будет и приумножиться, а кто не имеет, то отнимется и то, что имеет. Иногда человек говорит так, что, ну не дано мне, но что тебе дано, ты уверовал, так твердый, веровал и в храм ходишь, там, в западе стараешься исполнять. А мне не дано это. Так оказывается, ну начинаешь потом беседовать, вот это дано или не дано, от кого зависит. От самого человека. Какую ты почву сердца подготовил? Тут категория почвы. Или твердая она. Вот бывает, что ребенок не хочет, там, на занятия идти или в храм. Ну, конечно, большинство даже и сами по себе взрослые знаете, что неохота что-то делать, даже в духовном плане нас заставлять. Потому что существует враг или враги рода человеческого. Они постоянно нас стараются столкнуть на путь погибли. Если мы спим, то они не спят. Если мы там мало едим, думаем, о, постимся мы, а отец совсем ничего не едет. Поэтому надо задуматься, а что он, какой досуг-то проводит ребенок? Что он там смотрит? Сидит у компьютера. И какая почва сердца ему готовится? Оказывается, может быть, там и игры, и все, и твердая почва. Ну, занятия неинтересные. А вот надо что-то такое. Ну, давайте придумаем что-то такое. Ну, это чистое славесное молоко, блаженный феофилакт, отец церкви, который признанный. Тревожно то, что не все ходят дети. Тревожно очень. Дополнить можно? Да. Интересный стих данный. Некоторые современные психологи, когда проводят обучение, бывает часто приводят места из Библии. Ну, понятно, там речь идет о каких-то делах, о бизнесе, то есть они не про духовную сторону говорят. Но получается так, что некоторые законы, вот даже прямой закон, да, кому дано, значит, тот будет иметь от Господа. То есть они действуют еще, понятно, в духовном плане и в нашей жизни просто. Вот, и психологи приводят, что если человек, в принципе, ничего не делает, то, соответственно, у него ничего и не будет. А в Евангелии от Луки написано, то есть еще страшнее. Вот здесь написано, отнимется то, что имеет, а там написано, отнимется то, что он думает иметь. Вот, понимаешь, то, что... Это параллельное место, да? Да, 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 то есть тут нужно как бы и с духовной стороны, и со стороны жизни понимать, что, в общем, надо иметь, стараться. Да, без труда и не вытащишь рыбку из пруда, да, народная мудрость. Так, мы продолжим дальше, если нет, в духовном мире. Тринадцатый стих. «Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют толкование. Вникни в это, ибо здесь разрешается вопрос тех, которые говорят, что иные бывают злы по природе и от Бога. Бог дает всем естественную способность разуметь должное». Ямна 1,9. Откройте кто-нибудь. «А мрачает нас наша воля». Христос говорит, что естественно зрячие, то есть созданные от Бога, способные понимать, не видят по своей воле. И что слышащие, то есть от Бога созданные, естественно способными слышать и разуметь, не слышат и не разумеют по собственному произволу. Так, Ямна 1,9. В Евангелии, да? Да. «Был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир». Сказано, что всякого человека, приходящего в мир. То есть вообще этот свет на всех развивается. Свет, я имею в виду, божественный. Ну и солнечный виден, да? Ну и вот Златоуст приводит такой пример. Ну с закрытыми глазами. «Куда ты пойдешь?» Никуда. То есть ты пойдешь, ударишься, упадешь и навредишь себе или погибнешь, да? Так вот в духовном плане. Человек сам смежает духовные очи. И все. Не хочу видеть, не хочу слышать. И хочу жить вот как я хочу. Я сам. Независим, говорит. На самом деле ты зависим. И очень сильно. Хотя, может быть, там легион сидит, скачет на тебе. Как это в житии Лариона Великого было. Молился он. Вот святые, мы думаем, какие-то они вообще необыкновенные. Ну и с того же тесно были. Только самоотвержение, которое Серафим Саровский, решимости не хватает, да? И вдруг отклонилась мысль. Часто бывает в храме. Стоишь вроде в храме, поешь, а мысли уже где-то. Что-то там уже делаешь, думаешь, что кто-то надо летом сделать. Ну, так бывает, да? Так вот он отклонился мыслью, и на него бес заскочил. А он так это называл тело свое осел. Ну, так пренебрежительно, смиренно, что ли. И бес-то ему так вот ножками своими. Хотя это все, конечно, понимаем, что это не такое. Это Бог ему позволил именно так материализоваться. И ударил, он сидит на нем, ударил. Ну, осел. И он перекрестился, и Ларион, и тут брык, и исчез. И пал, и исчез. То есть, видите, как. Вот вчера и сегодня документальный фильм хотел поделиться с вами. 1984 год, по-моему, там сентябрь. Бурили сверхглубокую скважину, наверное, в Кольском полуострове. В советское время еще. И установили там чувствительные микрофоны. Услышали вдруг там крики какие-то. Вот до 12 километров подошли. Вот. И этим явлением ни много ни мало спецслужбы даже занимались. Ну, в советское время, конечно, никто об этом-то. Где-то заметка там была. Вот Игорь Дубунов, геолог, вспоминал об этом в какой-то газете. И прям фрагменты там в интернете даже поместили. Ну, ясно, что это не рев там какого-то льва или мычание быка. Вот именно человеческие крики. И много-много или тысячи миллионов. То есть, как вот люди мучатся. И крики, крики, крики такие. Ну, более того, здесь интересно, что бурение-то дальше у них не пошло. То есть, там такие, значит, разговоры, что как будто кто-то уже воспрепятствовал им. Вот. И они это прекратили, этот проект. И дальше уже в этом фильме говорится, что какие-то есть подземные жители. И у многих народов там и в Нифе, и прочее, прочее. Что вот такие есть тайны, непонятности. Но то, что вот эта вот демоническая сила, как она себя проявляет. Это каждый верующий, даже не надо ему никаких доказательств, если бурение скважины. То есть, надо в себя будет посмотреть, пробурить туда скважину и понять, где там добрая мысль появится, где худая, от кого это. Это просто вдруг, ну, в храме находишься или еще где-то. И вдруг такая мысль приходит, совершенно безумная и чудовищная. Что это, от кого? Да, нет. Поэтому. Да, сейчас, минуточку. Ага. Все. Так вот, вот этот опыт духовный нам показывает, что вокруг нас этот мир, он не такой материальный, а какой-то иной. Постоянно идет борьба между землей и небом, как в одной песне поется. Между землей и небом война. А еще наши сердца, это поле борьбы. Достоевский товарищ, братья Карамазовы. Поле борьбы между Богом и сатаной. Ну, пожалуйста, что хотел бы. Добро бывает, если ты говоришь безумная, приходит мысль, явная, и это обидно, что это. Бывает, что люди красивые приходят мысли, что это даже прямо такая благородная. А плоды, ну, и поступишь по ней, а потом плоды видишь, что они совсем завели туда, куда не должно быть. Ну, бывают разные мысли. Я же не отвергаю, что здесь чаще. Чаще вот такие мысли, а не более такие, ну, так сказать, вредные, что ли. Хитрые. Да. Потому что написано «козни». А козни – это нечто хитрое, неуловимое, такое, коварное. Напрямую, если на нас не воздействует брак, то старается действительно под благоидными причинами. Поэтому, говоря об этом, я же не отвергаюсь, что красивые приходят. Бывают прекрасные. Ехать туда, куда-то, там такой-то уже образ будет, там что-то у тебя будет. А ничего не будет. Ложь. Сиди где здесь, где родился духовно, где родился, там и приятелись. Ну, это я не тебе говорю, ты такой человек, приезжий. А вообще, говорю, что бывает, что сатана строит всякие картины, куда-то надо ехать. И там, мне уже даже подходили, говорили, вот туда поедь, в село, там будешь батюшкой уже. Ну, надо же, я сам не хочу еще батюшкой, а уже меня батюшками рисовали. Все уже. Да. Сестра одна, бывшая, подходила, говорила, давно еще. Так, ну еще что? Виктор, какое радио визе на птичке, понимаешь? 6300 щел. Диаметр 12756. Получается, что они болели 12 километров куда-нибудь? У нас кончик. Не стоит земли. Здесь что-то не исходит. Нет, 12 километров. 1000 километров? Нет, так это... Я сказал, что 12 тысяч пробурили. 12 километров. Нет, 12 километров. 12. Он говорит, что радио в тысячах, а пробурили 12 километров. А, да. Диаметр 12756. 12756. Вы там, километры можете ошибаться. 12,5 километров, больше. На 12 это всего калорийный укус. И много вообще тайны. Ну вот, брат. Что там такое в земле. Да. А числа 16 глава-то, когда Господь отверз землю-то, туда провалились-то. А Верон, Корея, Ле-Фан-то. Да. Со своими прямо под землю ушли. Ну, более того, еще с фашистами там загадка, что немцы сумели так освоить Антарктику и там базу создать. Прям под льду. Ну, это только предположение. Но задокументировано и рассекречены архивы, что американцы туда в 1946 году подплыли к Антарктике. Их там разгромили. Они потеряли там. А у них там уже авианосцы были, там мощная техника. То есть, непонятно тоже, что там. Вот. Под льдами там. Ну, если лед, 4 километра там есть местами. Есть там 2 километра. И там находили останки всяких там растений, отпечатки в том числе. То есть, и когда-то там что-то росло такое необычное. Климат был иной, естественно. Вот. Ну, и опять же, подтверждается библейское повествование о том, что великаны были. Скелеты везде находятся. Недавно в Грузии нашли тоже огромные скелеты. Три, три с половиной метра, четыре. А началось с того, что начали находить большие зубы. Ну, по зубам уже можно судить, что это такое. И причем, вполне могут отличить зуб человека от животного. Поначалу это большой обезьяны, думали. А когда уже точно следует, человеку большого. Там по три с лишним метра. Галя всего будет и трехметровый. Ну, на циклопеде написано. Речь об исполинах, да, когда он? Людинство. Это так предполагает, да. Может быть, и больше. Ну, то, что исполины были, это уже точно. И к тому же еще есть такой исследователь, Лернс Молдашев, он все по этим цивилизациями погибших. Доктор медицинских наук, кстати, а еще и путешественник. И он, когда исследовал вот эти, ну, и пирамиды там и прочие большие. Стоунхендж в Англии говорит, что это просто великаны строили. Иначе такие вот, как мы не могли. Ну, кажется, все так просто, вывод, да. А вот никто не говорил об этом, а он раз и... Почему? Потому что современная наука, вот особенно в советское время, она вообще, что Библии касалась, умалчивалась. Ну, в советское время было, да, вот у нас. А тем более, что существовали исполины. Нет, это такого быть не может. К его революции это не вписывается. Поэтому это все замалчивалось. Более того, раскапывали их и посмотрели, скелеты большие и тут же закапывали, чтобы никто не знал. Зачастую такое было. Так, ну ладно, мы поленько уклонились. 14-15 стихи. Избывается над ними пророчество Исаии, которое говорит, «Слухом услышите и не разумеете, и глазами смотреть будете, и не увидите. Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеет сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их». Исаия 6 глава 9 по 10 стихи. Толкование. «Погрубение же сердца они зажмурили глаза свои, не сказал, чтобы Бог закрыл у них глаза, но они произвольно сами поступили так, для того, чтобы им не обратиться, и чтобы я не исцелил их. Таким образом, по своей злой воле, они постарались остаться неизлечимыми и не способными к обращению». Вот как страшно, это на суде Божьем будет. Как сказано в Писании, что люди будут кричать, горы, хламы, покройте нас, чтобы от лица сидящего анца скрыться, что все это правда, а мы думали, что это миф. И это будет, называется, страшным судом. И вот эта неспособность к обращению, то есть нам дана свобода выбора, свобода воли. Опять же, мы говорили о помыслах, и свобода за нами. Или выбрать этот помысел, следовать ему, или же отторгнуть, да. Ну, это уже вот в добротолюбии пять томов, это вся борьба, в общем-то, можно выразить кратко, борьба вот именно со своими, ну, не со своими, но именно с такими вражьями помыслами, но со своими страстями, да, как подвижники этим занимались. Так, 16-17 стихи. Ваши же блаженные очи, что видят, и уши ваши, что слышат, ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали. Толкование. Блаженные и чувственные очи и уши святых апостолов, а тем более достойны ублажения духовные очи и уши их, так как они познали Христа, предпочитают их пророкам, потому что они видели Христа чувственно, а пророки только мысленно. Притом пророки не удостоились стольких тайн такого видения, как апостолы. Таким образом, апостолы преимуществуют предпророками в двух отношениях. В том, что видели Христа телесно и в том, что гораздо духовнее их постигли божественные тайны. Как пророк за тысячу с лишним лет до рождения Христа Валаам, помните, вижу, но не близко, вижу звезду, которая восходит над Израилем, то не близко. И так вот пророков, если Давид до Рождества Христова сколько лет он жил? Псалмопеец, пророк, царь Давид? Тысячу. Примерно тысячу, да? Дальше берем Исайя, где-то 700 лет до Рождества. И так далее. Вот последний пророк это Малахия. Если я не ошибаюсь, Малахия за 400 лет до Рождества Христова. И все это отдаленно они видели. А тут сами они видят, слышат, осязают. И апостол Иоанн пишет о том, что мы видели, слышали, передаем вам. Сама любовь явилась на землю. Самосущая любовь. Как же они блаженны были рядом. И они когда ходили, проповедовали под защитой Христовой. И что им надо было? А ничего, просто чтобы языками несли благую весть. Приходили и говорили, вот такие чудеса. А он говорит, Господь, радуйтесь не тому, что вот эти чудеса, а что ваши имена книги жизни вписаны. Так вот и нам тоже. Кому вообще много дано, с тобой много спросится. Вы уже знаете, так вот я думал сегодня даже, вот несколько присыщен. У нас в духовном плане все есть. И стройное богослужение, и Бог дал нам такого батюшку, что по правым канонам поступает, крестит, да, духовник. И епископ приезжает, и такие отношения с епископом, ну, обычно знаете же, что не так все гладко это происходит. Он с нами за столом сидит, митрополит. А там опять же враги там говорили, что нет у вас там епископа и все такое. Завистники или кто, но это другой вопрос. То есть все у нас есть. И все равно вот это вот, если не бодрствование, нам же много дуноя с нас спросится. Много спросится. То есть несколько вот присыщенное состояние такое. А написано во второзаконии тучнел израиль, разжирел, и что дальше там? Не помню это слово, но что он отступил от Бога? Вот это вот тучность. Тук это жир, да? Все есть. И стада были огромные. И вот стал израиль ступать, поклоняться и остарке, и молотну, и кого там только не собирал-то всех этих идолов. отступил от Бога. Вот. Поэтому в духовном плане имея все, мы должны как-то это все мобилизовать, нести другим благую вещь. Сейчас лето уже, и по воскресеньям начинать выезжать, ну, наверное, когда приедет наш брат Игнат Тихонович, начнем. то есть начать с тех, которые еще у нас повторно не объездили. Мы закончили на подстегу, насколько я помню, или клочки, уже не помню даже. Можно начинать заново. В клочках были, в прошлом. Вот. В клочках в прошлом были, да? Как-то другое село. По-новому, наверное, были. Нет. В последний раз. Нет? Не по-новому. По-новому. Нет, у меня туда последнее. Вот в по-новому ничем запомнилось, что, ну, человек уже такого возраста, лет 60, может быть, его. Я говорю, а что у вас дома-то так стоят? Ну, хаотические, разбросанные, да? А тут улицы были, ровненькие все были. Просто люди уезжали. Кто что-то разбирал, кто-то потом разобрал. И так, все. Ну, и вот у него горечь-то. Ну, вы знаете эту тему, разрушенное селение. России, да? С советского времени. Как вот Геннадий Павлович рассказывал, что дедушка плакал. Так, а почему это все происходит-то? Вот вопрос задать. Ну, наверное, слова Санженицына, это ответ самый точный, яблочко. Мы забыли Бога, от того и все. То есть, вот эта власть пришла человеконенавистническая, богоборческая, и дальше, вот разрушение сел. И вот сейчас правители у многих недовольны. А сколько правителя не будет, всегда будут недовольны. Потому что у человека нету связи с Богом. Вот эта волна благодарения у него отсутствует. Слава Богу за все. У него все это, вот там не то, там не так, там. Но они за своим будут отвечать, правители. Мы за них молимся. Нам так как Господь повелел, что вот это все разрушение, это почему? Оно не на пустом месте. Люди забыли Бога, от того и все. И от того такой правитель, может быть, посадил, говорит, Господь, человек, на главу нашу. То есть, стал нами командовать, такой правитель, жестокий, не жестокий. Как было в житиях это, что нашелся бы хуже и посадил такого. То есть, не нашлось худшего. И вот такое есть. То есть, один там молился, это фуковый начальник совершил переворот в Изотии и истребил все царское племя. Там и маленьких и всех подмел. Вот. И стал правильным, диктатором стал. И вот один подвезли. О, Господи, ну почему нам такого ты дал правитель? Да вот, поставил бы другого, но не нашлось. хуже. То есть, вы достойны этого. И все. Так вот тоже, там, на уровне, когда бываешь, сколько спрашиваешь школьников? Ну, 23 уже, когда мы были. Зимой-то еще. А было 70 с лишним. Уже почти в три раза. Ну, не почти, в три раза. Меньше. И все меньше, меньше. Ну, а сами-то как живут люди? Как мы и живем? Вот на себя посмотрели. Вот эти пороки, вот это пьянство, вот это разращение. Как они селами будут исчезать? Не нужна ли такая, такой вопрос уже такой, но я знаю, что патриоты могут обозлиться на эти слова. Нужна ли такая Россия, когда вот эти скверны всякие распространяются? Нужен такой народ? По Библии мы видим. Когда начинали отступать, и причем Валаам же посоветовал, что вы пошлите этих дочерей языческих, чтобы согрешали сыны Божьи, ну, сыны израильтяне. И все, вы так разрушите этот народ. Так и случилось. Так, продолжим дальше. 18-19 стихи. Вы же выслушаете значение притчи о сеятеле. Ко всякому слушающему Слову о Царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянное при дороге. Толкование. Сим побуждает нас вникать в то, что говорят нам учители, дабы и нам не уподобиться находящимся при пути. Можно сказать так же, так как путь есть Христос, то находящиеся при пути суть те, которые вне Христа, которые, то есть, не на пути, а вне сего пути. Ну, сам Господь говорит от Иоанна 14-6, что я есть путь и истинная жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Вот этот путь, путь, ведущий на небо. Лукавый приходит и похищает. Это часто очень видно. Даже и светские, когда светские мы изучаем науки, дисциплины, как кажется, физика, химия, говоришь и видишь, что похищает. Внимания нет. Нет у него. Еще раз повторюсь, что снова даже не слышит. Хотя уши есть. И много-много раз. Ну, Ушинский говорил, что уши у ребенка чуть пониже спины растут. Эти уши иногда приходится прочищать. А иначе оно все там и ничего не услышит. 20-21 стихи. А посеянно на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и непостоянен. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. Толкование. Многие, подвергаясь скорби от родителей или от каких-либо несчастья, тотчас произносят хулы. А гонение же сказано по отношению к тем, которые впадают в руки мучителей. Вот это постоянство и твердость необходимы. Иногда делают ошибку упрямый и твердый. Это не одно и то же. Упрямство это и отрицательное, конечно, а твердость это твердость в вере, твердость в своих убеждениях. Это наоборот положительное. Поэтому вот эта твердость должна быть, чтобы не засохнуть на корню, когда вот какие-то искушения наступают. 22 стих. А посеянное в термии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно. Не сказал толкование, век сей подавляет, но забота века сего не богатство, но обольщение богатства, ибо богатство в том случае, когда расточаемо бывает бедным, не подавляет, а еще возвращает слово. «Возвращай». То есть оно растет больше. Термием же означается забота и пресыщение, так как они возжигают огонь и похоти идиены. И как термия, будучи острым, он зайца в тело, едва может быть вынуто, так и пресыщение, когда владевает душою, нескоро может быть искоренено. Ну вот, в народе говорят, толстым чреве не может быть тонких мыслей, пресыщение за пресыщением, это печь для всех грехов последующих. Как я говорю, вот это братолюбие, там перечисляют подвижники страсти, на первом месте еще его огонь. Вообще его огонь отрезать, а как отрезать? Пост, и все. бывают целые передачи, это я был, когда гостя полцет, он время покажет, смотрел, и рассуждает, вот у нас в России столько-то полных людей, и как это изменить? Ну как вот, извините, они целый час говорят о том, и о продуктах некачественных, и там что только, сам ведущий, Петр Толстой, это потомок Леватова, Николаевич Толстого, тоже такой плотненький он, и тут женщина еще там, и выступает. Время покажет, как изменить, да как, поститься надо. Пустую, и все говорят, говорят, Микина летит, летит, ну, дедушка мой сидит, смотрит, ну зачем он смотрит? Еще. Он-то постится. Таких дедушек у него. Брат еще? Да. В поте лица своего еще, вот еще, вот еще, работать еще надо, поститься. Ну, в лагерь приезжает, вот хотелось бы, вот новоначального спросить, сколько уже здесь? Месяц. Месяц. Ну, и как вообще, самочувствие? плачет. 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 У него день за, не вернется. Плачет. 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 Постепенно. Адаптация-то уже наступила. По-мало, по-мало. Мало, по-мало. Еще и до конца. Но, когда ехал-то, у тебя были какие-то другие представления? Нет. Мне не хватает, ты, Дядя Тихонович, я вообще к нему ехал, чтобы, как бы, слово послушать, живое. Но ты не урывай, он скоро приедет. Да, да, да. И когда он даже, я понимаю, когда он приезжает, там еще жестче все становится, но, но его пример, как бы, его энергетика, ну, так, морским языком говоря, я не знаю, как что сказать, она все равно тебя мотивирует. Подтягивает. Да. Еще как. Еще как. А, она тоже. А, она. Ну, он тоже не в таком может быть. Но польза-то есть или нет? Или вот, что-то у тебя уныние. Ну, как, уныние, почему? Ну, как, бывает уныние, что ты себя чувствуешь полным Г. Как бы, Вот от этого, как бы, что, что что-то не спорится, а так нет ни пол. Полным гигантом, да? А? Полным гигантом. Что все можешь рядом с этой Дикой сейчас сделать. И горы свернуть. Так вот. Нет, я в целом-то доволен. А вот в монастырях ты жил где-то? Призываю всех своих братьев и сестер, кто меня знает, в гости и вот сюда к нам приезжайте и мало не покажется. Ну, свидетельство человека, я думаю, что, ну, посмотрите на его лицо, он не зомбированный же какой-то. Искренне говорит. А в монастырях где-то ты жил? Ну, я жил в Окиной пустыне, готовил вон там. Сколько? Рыбу жарил он там. Рыбу жарил? Слушай, вкусное послушание. Приблизи туда, приблизи. Ну, постепенно. А продолжительное время было там? Ну, я весь пост провел, до поста, Викого приехал. Ну, вот у тебя сравнить-то можно. Там-то ты трудился, рыбу жарил, или еще что-то делал. Ну, там тоже было. В духовном плане польза была там? Ну, тоже была, конечно. Там вот, вот на таких местах, где вот, как бы, распорядок, дисциплина, вот, утреннее вставание, там, молитва, всегда проявляются страсти. Ты прямо начинаешь их видеть, они из тебя лезут. Ну, соответственно, если ты правильно к ним относишься, как учатся ты отцы, да, что, ну, смирение какое-то появляется, дымение проходит там. Ты, мнило себе, в городе живешь, там, мышь, что ты, никак все... А во сколько там подъем был в общинной приставе? Тут же рано, в пять. Пять? Ну, здесь раньше. Четыреста. Двадцать. Двадцать. Как закат, вроде в пять. Там же, идем на полуношницу, потом на послушание, до завтрака. Ну, там хорошо было. Ну, это было там много. Последние отзывы, я в оптиме, пустыне слышал, что он лучше не говорит, что там творится. Ну, я тоже читал, что там очень много посетителей, паломников, то есть, уже вот такое, как бы, ну, если грубо говорить, проходной двор, что ли, прав, не прав я. не только там, да, во многих местах. Действительно, многие же стремятся по-моему, к таким местам. но ты не сожалеешь, что здесь вот, ты месяц живешь, а то может, вот там, я бы что-то там сделала, тут прозябаю, в этой дыре, я вот тут вижу много вот у меня встречи, вот матушка, например, я сейчас не работаю, у нее помогаю, и матушка Людмила, ну, эта личность просто меня потрясла своей работоспособностью. Вот лет 10 назад бы ты приехал, или 20, своей любовью к труду, и бы увидел настоящий живой трактор, с утра до вечера, мы уже в лагере, рядом у нас огороды были, вот тогда еще Наталья Николаевна, старший воспитатель, я подмастерник, так сказать, воспитатель, и матушка, ну, она сажает в картошку, я не могу понять, она пляшет, или сажает в картошку, и вот так, сдалека, и сходишь, с утра до вечера, одна разу, а батюшка ходит, бросает, а потом, когда она выкапывает это все, я уже, уже все, мужик, 20 лет назад, то я вообще, иду, а она все, работает, и работает, вот это работа, от бабы Серафима, посмотри, пример, самое, что меня удивило, то, что она любит это, и она от этого, испытывает удовольствие, просто, некая, не знаю, как сейчас говорят, на это, мне, у нас не знают, на это. Да, я говорю, матушка, я думаю, не тайно, пришла, там, есть корешки, кружевника, там, что-то еще, какое-то растение, ну, там, на этой территории, ну, я говорю, давайте, что, вы помог, я говорю, ну, куда бы вам сажать, вам, может быть, надо думать, ой, если я не посажу, я уже не могу, ну, конечно, да, то есть, такой человек, что, но она огромная, поэтому, у нее знания, поэтому, и работоспособность, сейчас, что-то сохранилось, а раньше, что было. Так, в общем, нет такого у тебя, сожаления, слава Богу, да, здесь, ну, а дальше, лагерь начнется, Я хотел бы, чтобы он сын приехал, помолитесь, помоги, Господи, ну, это, видишь, это та сторона у тебя должна быть, Анастасию, чтобы сердце смыслило, да, это, без ее, как бы, согласия-то не решить, только вражда, может быть, на крещение должны приехать люди, ну, я так, местами ролики просматриваю, полистаю, редко, когда один ролик, он, на технике, он плодовитый, отец церкви, то есть, там у него столько роликов, что, вот с Белоруссии на крещение, зовут Игорь, со своим другом, с Казахстана собирается, там, просто поделюсь с вами радостью, это Алексей Макюшин фамилиет, да, он ведет работу, и там женщины, которые, собирается приехать на крещение, православные крестьянки, благочестивые, поэтому Господь еще соберет из себя с Бог, может даже не, вот в прошлом году 12 было, по числу апостола, что интересно, а в этом году может еще, так, по 70, а вот эти два гнезда в краме, которые, это на крещение свели, да, птицы? это в каком году еще было, это давно уже, давно, ласточки, то есть, как сам опирец говорит, что у алтарей Твоих, Господи, Божьей силы, у нас, вот, все по слову Божьему, как получилось, кому показываешь, вообще, удивляется, так, на 23, да, мы остановились, посеянно же на доброй земле, означает слышащего слова, разумеющего, который, и бывает плодоносен, так, что иной приносит плод, во сто крат, иной в шестьдесят, а иной в тридцать, толкование, виды добродетели различные, различные и преуспевающие духовной мудрости, смотря по тому, сколько кому дается по чистоте сердца, заметьте, какой порядок притчи, прежде всего, нам надо было услышать и разуметь слово, дабы не уподобиться тем, кои находятся при пути, потом должно твердо содержать слышанное в сердце, далее быть нелюбостяжательными, ибо, что пользы в том, если услышу и удержу, но при страстием к богатству заглушу слышанное, вот, услышу, удержу, вот так и я услышал, и все, и больше никому не скажу, буду молчать, затворником стану, притча о талантах, притча о талантах, а вот давайте сейчас, курят преподаватель, сейчас я вас и проверю, церкви, что сегодня читалось? Евангелие какое? Прорасслабленная тема, евангелисты? Иоанн. Иоанн. Глава какая? Расслабленная. Пятое. А так, а апостола что читалось? Про Тарифу, Тарифа серб. Деяния. Деяния, фотосболы. Да, ну вау-утра, я и сам напомню сейчас главу, может кто-то помнит. Вот, такое чтение, а бывает так, что выветривается, я сам себя ловил до мысли, вот, а когда уже внимание проявишь, вот, запомнишь и немножко повторишь, ага, такое-то, такое-то место, тогда все зафиксировано. Вот, когда с детьми беседуешь, тоже часто у них, у них-то внимания и поменьше было, для них, богослужение, длинное, особенно в лагере, когда узнают, о, батюшки нету, видно, что радость на лице у людей. Ну, покороче, богослужение. Вы к нему не говорите, батюшки, ладно? Да, мы все, ему не дети, ему даже бабушки об этом не говорили. Да, я знаю, что он знает. Вот, ну, а когда выбор такой, Игнать Тихонич, бывает там, ну, бывает в разных категориях детей, которые даже, как это вот по современному, не воцерковленные, да, иногда бывающие в храме с бабушкой, или с мамой, и выбор, так там, я не помню, коля, или как его звать. Ну, вот тебе дрова пилить, или в храм? Дрова пилить, и уроку поднял, стоит дрова пилить. Вот так вот, такая ревность. Подровать. Не дров напилили, и в храм не стоит. Нет, почему? А, что-то надо напилить. Блэк. Конечно, тут надо заниматься помимо храма, тоже объяснять, это много. Лиша, еще легко запоминать, когда конкретные какие-то действия были, бывают рассуждения, конкретно Христос там чему-то учит, тогда вот иногда даже бывает не запоминается. А когда четко больной, пришел, выздоровел, Петр пришел, воскресил, там более запоминается, когда, тем более детям. Ну, вот я вот так вот беседовал, ну, довольно-таки подробно пересказываю, память такая церкви. Хотя, вот так такой, проныливый, везде гуляет, везде ходит, а память церкви, это у него. Даже, я так подумал, и я не расскажу, наверное, так подробно, прям все четко. Ну, я все что дома, верно, читаю, он расскажет, то есть, вот этот отрывок евангельский, ну, вечер такой. Ну, дай Бог, чтобы дальше было. А вот в школе у него с трудом, конечно, сеется, но один, один в поле в гневой, когда был, там, помню, оси еще один был, это, нет интереса, стимула, а когда Валя появилась, Шаллина, они вместе учились, тогда сразу какая-то попытка соревнования, да, и стимул появляется, и интересно, ну, друг друга дополняют, как бы, ну, это понятно. Так что, одному тоже сложновато, конечно, и как-то неинтересно было. Может, там, один гуманитарий такой, технологий. Да, да, это тоже, я это замечал, вот два человека в классе, и смотрю, они уже сейчас в Барнауле, наши бывшие ученики, вот, одному такой, ну, как это назвать, значит, с чертежами, он раз-раз, сразу начертил все, вот, а девочка сидит, она подольше соображает, наоборот, какая-то задача, там, не связанная с чертежами, она раз-сообразит, а он его заторможен, то есть, это уже способности какие-то проявляются. Ну, и школа, конечно, должна выявлять, обнаружить этот талант, тоже беседовать с учениками, вот, ну, нет талантов, говорит, да как такого быть не может? Есть они, они просто бывают за рыбкой, зарыты, не знаю, вот, школа должна помочь выявить этот талант. Мне кажется, вот, сельская школа, прям, заточена под, вот, именно под выявление, и под акцентирование тех талантов, вот, того направления, вот, ребенку можно, помочь, развить, вот. мне кажется, вообще в школах этим не занимаются. Потому что иногда ребенок уже взрослый, а какой у тебя талант? Он понятия не имеет вообще, что такое. Нас, нас этому вообще никто не учил. Но где-то в Библии говорит, к сожалению, никому это не надо, как бы, оказывается, что 6 или 7 миллиардов человек, и Господь каждому дал как минимум один талант, а может быть, их несколько. Кому-то легко их раскрыть, вот, а кому-то нужно долго, там, всю жизнь копаться, чтобы раскрыть. Вот. И это труд. Да, из истории известно, что писатели даже, до 50 лет не писал, а потом же стал писать. Это, если не ошибаюсь, Аксаков. Вот. Другие тоже, не сразу там. В некоторых музыкальной способности с малых лет, 4-годика, уже он услышал мелодию и воспроизводит, да еще и сочиняет, там, какие-то фуглики. А другой потом у него проявляется. Так, ну, у нас обычно час, да, что единственное православное. Еще одну притчу, или на этом остановимся? Давай снимем все. У меня, замерзло, да? Забил. Ну, чтобы разогреться, у меня небольшая статья, называется «О культуре здоровья и болезни тела». Ну, вопросы какие по Евангелию, по толкованию, наполнению, нету, да? Это протеерия листиняев, в журнале «Душа о культе здоровья и болезни тела». И вот такие вопросы. Как связаны душа и тело? Нужно ли печься о телесном здоровье? Почему без заботы о душе бессмысленна забота о теле? Чем опасен культ здоровья? На эти вопросы отвечает протеерия листиняев. Кстати, был в потеряерке, в каком году я не знаю. Сына Тепич встречалась. К сожалению, сейчас существует некий культ человеческого здоровья. Речь идет даже не об исцелении от недугов, а о такой бесконечной профилактике всевозможных заболеваний. И мощная индустрия предлагает нам по разным ценам обеспечивать нашу безопасность с точки зрения физического здоровья. Это становится настоящей мании. Люди готовы любой ценой, даже ценой иногда компромиссов с собственными христианскими убеждениями, стремиться к физическому благополучию и физическому здоровью. Но парадокс этой ситуации заключается в том, что как бы человек не старался обеспечить здоровье своему телу, как бы он не заботился о своем теле, мы знаем, что оно точно умрет, точно разрушится в земле и вернется в состояние предсуществования, в состояние праха, из которого Бог и создал первого человека, как сказано в Писании, Ботея 2,7, и создал Господь Бог человека из праха земного. В этой жизни мы не можем сохранить наше тело, мы не можем исцелить его от всевозможных недугов, оно обречено. И Священное Писание показывает нам, что день спасения нашего тела, это когда наше тело воскреснет и обречется в неплении. Когда этот механизм старения вдруг запускается, непонятно, тоже смотрел ряд научных фильмов, вдруг начинает действовать механизм старения, там какие-то вещества появляются, не выводятся из организма, накапливаются и все, сморщивается кожа, и вот уже вроде молоденькая была, уже старушка, в зеркало смотришь, да? Так вот, это как раз тот механизм, все согрешили, лишены славы Божией, возьмите за грех смех, но наука это как, именно наши научные дамы. Чем же в таком случае мы должны более заниматься в этой земной жизни? Спасением души, потому что если мы свою душу не спасем в этой земной жизни, мы ее никогда не спасем. И вот настоящий парадокс, мы менее заботимся о душе, которую только и нужно спасти в этой жизни. И более заботимся о теле, о котором знаем, что оно точно погибнет, точно умрет. В этой жизни существование тела поддерживает душа. Если душа выходит из тела, то тело умирает, разлагается в нее. В будущей жизни все будет наоборот. Когда душа выходит из тела, душа не имеет полноты бытия. Нет полноты страдания, нет полноты блаженства. Она как бы в преддверии блаженств или в преддверии страдания. Но когда наши тела воскресны, день спасения тела, и наши души вернутся в наши тела, вот тогда тело сообщит душе полноту бытия. И в Писании сказано, в послании к фессалоникийцам апостолу Павлу, дух и душа и тело во всей целости сохранятся без порока пришествии Господа нашего Иисуса Христа 1 Фессалоникийцам 5.23. Именно так сохранять в чистоте дух, душу и тело во всей целокупности человеческого бытия. Но забота о теле не должна превращаться в угождение своему телу. Это недопустимо. и стремление обрести здоровье любой ценой, когда человек обращается сначала к шарлатанам, потом к каким-то знахарям, каким-то колдунам, магам, чтобы они обеспечили здоровье. Это неправильно в отношении к миру своего физического тела. Будем соблюдать здравое равновесие, чтобы и дух, и душа, и тело во всей целости сохранились без порока пришествия Господа. Должны ли мы заботиться о теле? Должны. Нужно нам искусство врача? Нужно. Сказано, не пренебрегая искусством врача. Но это не должно превращаться в культ тела, потому что если человек проваливается в такой физиологический гедонизм, это всегда кончается очень плохо. Ибо в Писании сказано, сеющий в плоть свою от плоти пожнет пление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Галатам 6-8. Поэтому будем соблюдать некое здравое равновесие, чтобы и дух, и душа, и тело во всей целости сохранились без порока пришествия Господа Иисуса Христа. Батарея Алистерия Ну и можно добавить, что попечение от плоти не превращается в похоть и говорит апостол Павел. Ну и мы говорили здесь, что действительно целая мощная индустрия во всех средствах массовой информации, индустрия развлечения, культа тела, здоровья, старается омоложение и прочее продлить жизнь, и о душе заботы вообще никакой нет, о душе речи нет. Иной раз так думаешь, вот передача Патриарх по субботам, там всего 15 минут, но Патриарх глава православной церкви, а там рекламу какого-то препарата растянут на полчаса. Ну понятно почему так делается. Там и реклама, там большие деньги связаны это все. А здесь духовная, вот Патриарх иногда такие проповеди говорит на основании Писания, вот, помоги Господу, чтобы и так было дальше. И всего вот какие-то 15 минут все, да и то там где-то урезано. То есть духовного не пропускают, ну кому это было надо, они же там отбор особый, средства массовой информации. Ну мы, конечно, не должны улыбать, а должны сами наблюдать Господь за собой, ну и кто нам верен. То есть даже вот в этом малом пространстве великая может совершиться, как и есть книга такая, великая мама, да, потеряет, сюда приезжает, смотрит, фотографирует. и не то, что мы как бы хвалимся этим, а просто Господь позволил это через наших наставников вот это вот сделать, собраться здесь и жить благочестиво. Вот так, чтобы занятия проводить, тоже чем тут хвалиться, мы же не богословы, но слава, благодарение Богу, что воскресный день, тихое мирное время, мы спокойно сидим в Битве, читаем. Раньше этого советского времени ничего не было. А если можно где-то было собраться, то только чай мы пьем, как Инатьевич рассказывает. Зашел человек в штатском такой, ну ясно, что это КГБ, что тут делать, мы чай пьем, а они быстро перестроились уже, читали описание и все, потом оставили воры кухонные и все. Такое время было, так Библии где-то там была, или там изымали, духовной литературы не было, и у людей жажда какая была. А сейчас все есть, я и говорю, что присыщены, в каждом доме Библии, а в сердце, в каждом ли она Библии? Так, один сказал, что не так, говорит, важно от корки до корки прочитать Библию, но важно, чтобы она сквозь твое сердце прошла, это Библия, то есть услышал, поверил и вспомнил. То есть жить вот этим, да, то есть исполнил им заповеди Божьи, жить Богом, это как вот естественно дышать, так и дышать молитвой, да, как можно сказать, образно, духовной жизни. Богу нашему славу вовеку, и Богу нашему. Субтитры создавал DimaTorzok Иерусалиме, слава Богу Господня, на Тебе, Василия, ликуй мне, веселись о силоне, Ты же чистая, проснуйся, Богу родится, апостанье Рождества Твоего. Господи, мы благодарим Тебя за тихое, мирное время, за эту возможность склоняться пред словом Твоим. Помоги нам, Господи, чтобы слово Твое было растворено нашей верой, чтобы мы услышали, поверили, исполнили. Ибо нам Ты много даришь, Господи, слава Тебе, но и с нас спрос будет большой. И посети в этот час нищих, сирот, вдов, одиноких, страдающих, болящих, гонимых за веру, томящихся в узах, за слово Твое, в темницах, минующих, питающих нас, подающих нам милость, и всех православных христиан, посети милости Твоей. И благослови нашего пастыря, протерея Акима, сохрани его, возвратись в мир, добр, родных хранителя, сопутствует ему. Благослови и рабатливого, наставника, и брата нашего, Игнатия, дару ему душевного спасения, телесного здравия. Благослови детей наших, Господи, помоги, Господи, чтобы посеянное Слово Божие возрастало в их сердцах, и нас, помимо милости Твоей ради, Тебе слава за все, вовеки веков, аминь. Аминь. КОНЕЦ Продолжение следует...